Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, с вами Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов провел оперативное совещание по вопросам реализации указа президента России о частичной мобилизации. Военком Сергей Белобородов доложил о ходе призывной кампании в регионе, о работе военных комиссариатов. На встрече говорили о результатах работы по централизованному приобретению дополнительного снаряжения, которым экипируются военнослужащие Карачаева, Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации. В дополнение к общему списку, утвержденному Минобороны России, приобретаются теплые вещи, обувь, спальники, формируются аптечки с расширенным списком наименований. Военнослужащие из нашей республики уезжают на учебные полигоны с полным комплектом обмундирования. В ходе общения с главой республики перед отецом некоторые ребята рассказали о своих насущных вопросах. Рашид Тимрезов дал поручение за семьей каждого призванного закрепить социального работника, который будет находиться в постоянном контакте и будет содействовать решению бытовых социальных вопросов. Особенно это касается малоимущих, где есть пожилые родители или болеют дети. Главы городов и районов должны держать эту работу на особом контроле и попросил отнестись к этому поручению по-человечески и с пониманием. В сводах Карачаева-Черкесии состоялась торжественная отправка призванных из запаса граждан в рамках частичной мобилизации к военнослужащим. Со словами благодарности и поддержки обратились глава республики Рашид Тимрезов, представители власти, духовенства, общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Бодрый настрой защитников Родины подчеркивали развивающиеся в воздухе флаги. Желание с победой вернуться домой объединяло всех военнослужащих, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Хотелось бы передать привет всем родным, близким, сказать, чтобы поменьше нервничали, все будет хорошо. Вернемся обязательно все живы и здоровы и с победой. К собравшимся обратился глава республики Рашид Тимрезов. Он выразил надежду, что ребята будут с честью защищать рубежи нашей Родины. Если вчера ваши товарищи выходили с этого плаца на специальную военную операцию, то сегодня вам предстоит отправиться для боевого слаживания и подготовки. И потом отправить для защиты уже нашей великой Родины, России. Мы сегодня проснулись в новой стране. И я уверен в том, что для вас это будет тоже большая честь защищать уже рубежи нашей Родины, нашей великой державы России. Я хочу поблагодарить ваших родителей, ваши семьи за то, что воспитали настоящих мужественных сыновей нашей малой Родины и нашей великой страны России. Глава республики заверил, что ни один из мобилизованных военнослужащих и членов их семей не будет обделен вниманием всех органов государственной власти. Защитников Родины поддержали и представители духовенства, общественных и молодежных организаций республики. Мы верим в вас. А самое главное – берегите себя. Возвращайтесь домой к семьям живыми и здоровыми. Перед отправкой все мобилизованные прошли огневую подготовку. Далее военнослужащие пройдут обучение на полигонах и учебных центрах. По программам боевой подготовки – механиков, водителей, операторов, наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. После подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Приспособление людей с ограниченными возможностями здоровья к особым условиям является важным условием к реабилитации. Для успешной адаптации в быту специалисты по комплексной реабилитации в Доме-интернате «Забота» микрорайонам Московский стараются помочь воспитанникам подготовить их к дальнейшей самостоятельной жизни. В этом убедилась Альбина Ламкова. Пельмени почему? Яичницу, суп. Я пока только начинающий. Сегодня Мурат приготовил для гостей борщ вместе со своими друзьями по интернату. Ещё ребята напекли блины, хачиный стол от еды ломится. Сервировали тоже самостоятельно. В Доме-интернате «Забота» 48 воспитанников. И не все мобильные. У каждого из них своя, порой очень непростая судьба. В учреждении дети проходят трудовую реабилитацию. Для этих целей оборудовали швейную мастерскую и мини-типографию. Тут команда специалистов помогает освоить детям и дополнительные профессии, что даёт возможность стать социально самостоятельными и самодостаточными. Для этих целей построили и обувную мастерскую. В скором времени она тоже откроется. Сроки обучения для каждого индивидуальны, в зависимости от сложности нарушенных функций и имеющихся ограничений жизнедеятельности у воспитанника. Минуша опускаем, вот рычажок опускаем. А в эту игу не взять? Она сама втянет туда. Основная задача работников учреждения – приучить детей к самостоятельной жизни. Для успешной адаптации в быту специалисты по комплексной реабилитации стараются помочь освоить необходимые бытовые навыки. Конечно, всё индивидуально и зависит от психовизических недостатков ребёнка. В первую очередь мы детей обучаем готовить самостоятельно, стирать, гладить, ухаживать за собой, стараться жить без посторонней помощи, взрослой помощи. В этом году получили 8 воспитанников квартиры. Естественно, мы ведём постинтернатное сопровождение, следим за бытом, за тем, как самостоятельно дети выходят в социализацию. Один из них – Мурат Гетманов. Его квартира на первом этаже в нескольких шагах от дома-интерната. А самое главное – рядом с людьми, которые за годы проживания в нём стали друг для друга родными. Он безмерно рад. Квартира полностью готова для проживания, хороший ремонт. Жилая площадь обставлена необходимой мебелью, которую Мурат выбирал на свой вкус. А самое главное – для удобства в пользовании. Вот то, что я могу достать, всё снизу положил. После экскурсии, проведённой в своей квартире, Мурат пригласил гостей за стол. Ставим чай, на берчо у нас там суп есть. О своих эмоциях Мурату сегодня тяжело говорить. И всё это от счастья. Слов нет. Сейчас новосёлу предстоят хлопоты, связанные с приобретением в быту мелочей. Но всё это – приятные и радостные заботы. Ведь теперь Мурат – хозяин не только своей жизни, но и собственной квартиры. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, микрорайон Московский. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, днём, в горах в отдельных районах сильные, местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6, а днём 15-20 градусов тепла и местами до плюс 12. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днём 18-20 градусов тепла. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждём вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. На медовых водопадах прошёл 10-й международный фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник Айрана». Гости и жители республики познакомились с богатой культурой карачаево-балкарского народа. Целепный напиток попробовал и Алихан Липшоков. Туристический комплекс «Медовый водопад» вот уже 10-й раз проводит международный фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник Айрана». Именно здесь каждый участник культурного мероприятия может познакомиться с богатой культурой и бытом карачаево-балкарского народа. Гости могли увидеть национальные костюмы, представленные представителями краеведческого музея имени Умара Отарова Эльбрусского района. Эти наряды так привлекают взгляд своей красотой и изяществом. Привезли мы в первую очередь совместный проект с участием представителей и карачаевского народа. Это в частности Хабчаева-Зарема, известный модельер. Совместный проект реконструкция карачаево-балкарского традиционного костюма на основе фотографии урзбиевского общества. Здесь реконструкция непосредственно конкретно одежды князя Исмаила Урзбиева, его детей Мессерхан и Сафарали. Поприветствовал всех собравшихся глава администрации Малакарачаевского района Рамазан Байрамуков. Он подчеркнул, что основная цель данного фестиваля – это сохранение самобытной культуры народов, проживающих в нашем регионе. Но самое главное – праздник Айрана объединяет и развивает дружбу между представителями Республики Северного Кавказа. Цель и задача этого фестиваля, на мой взгляд, и всем понятно, что это укрепление дружбы между народами нашей страны. Это сохранение богатейших традиций, которые у нас есть. И непростое время для всей нашей страны. Наша страна всегда выходила с честью, и на этот раз мы выйдем. Айран – целебный напиток, который входит в рацион питания в повседневной жизни каждого карачаевца. Но еще этот напиток является настоящим символом гостеприимства, отмечает руководитель туркомплекса «Медовой водопады» Муса Баташев. Айран изготавливает в каждой семье. Ежедневно мы употребляем, практически во все добавляем и первые, и во вторые блюда. И нет такого, наверное, в стране или в мире, где столько употребляет и такое отношение к Айрану, как к карачао-балканскому народу. Поэтому Айран, я считаю, что чисто карачаевский национальный напиток, продукт, который является эликсиром долголетия и здоровья. Заместитель председателя общественной организации «Карача-Ланхал» Сулейман Баташев, как старейшина с чашей Айрана, произнес слова пожелания. Я хочу всех вас поздравить еще раз с этим праздником. Айран-напиток очень благородный, очень здоровый, дает только здоровье и укрепляет иммунитет. Каждый желающий мог подойти и испить из 500-литрового чана целебного напитка Айрана. Гости фестиваля с особым восторгом отмечали яркую программу праздника. Мы на небесах радуемся такому празднику, не ожидали. Вообще мы уже третий день здесь и нам нравится, как здесь все устроено. И люди, в первую очередь, наверное, люди. Гостеприимные, очень здорово прям. Мы, честно, уже погрузились в кавказское гостеприимство, в карачаевское гостеприимство, во всю эту аутентичную культуру. И сегодня мы для себя, наконец-таки, откроем все тайны Айрана. Что это, зачем это и для чего это. Потому что я понимаю, что если хачаны – это главное блюдо в республике, то Айран – это главный напиток в республике. В завершении фестиваля для всех была организована концертная программа с участием артистов нашей республики и Кабардино-Балкарии. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сегодня Всемирный день детского здоровья. Укрепление здоровья детей – одна из актуальных задач нашей страны. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит тему. Сегодня мы посетили детскую больницу. Заслуженный врач-педиатр республики Ирина Узденова рассказала о детском здоровье. Утро доктора начинается с обхода маленьких пациентов. Даже если малыши еще спят, Ирина Ибрагимовна проводит осмотр так, что детки и не заметят каких-либо вмешательств. Ласковый и грамотный врач дает тут же свои рекомендации. На месте доктор показывает мамочке, как проводить вибрационный массаж для лучшего отхождения мокроты. Ирина Ибрагимовна дает важные рекомендации по лечению и питанию своих маленьких пациентов. Такой профессиональный подход ведет к скорейшему выздоровлению ребятишек. Понимает, насколько важно то, чтобы родился здоровый ребенок, чтобы была здорова мама, была здорова вся семья. И этот ребенок должен вырасти здоровым, полноценным гражданином нашего общества. И поэтому очень много внимания уделяется профилактической медицине. Конечно, здоровье будущего молодого поколения начинается со здоровья, прежде всего, детского и подросткового. Ирина Узденова просит подходить осознанно к планированию ребенка. Беременность каждая должна планироваться, она не должна быть случайной. То есть семейная пара должна быть здорова, обследована и сознательно подойти к тому, что наступит новая беременность и родится здоровый малыш. Врач рассказала также об огромной пользе грудного вскармливания. Доктор рассказала, к чему приводит дефицит железа. Очень много анемии, железодефицитных состояний. А известно, что место в молекуле крови, место железа становится свинец, который занимает место и в нервной клетке. И, соответственно, идет нарушение развития в последующем. Потом подумаем, почему задержка речевого развития, задержка психомоторного развития. Какие-то отклонения в поведенческие, затрудненное запоминание, понимание в школе. Когда ребенок не может сосредоточиться, конечно, в основе лежат какие-то состояния, которые наблюдались во время беременности. И те заболевания, которые были в первые два года жизни, и те дефицитные состояния, которые почему-то сформировались. Огромное внимание уделяется детскому здоровью во всем мире. Наша задача – вырастить крепкую нацию. Очень хотелось бы, чтобы детки наши росли здоровыми, полноценными, счастливыми. Чтобы каждый из них мог реализовать мечты родителей, бабушек, дедушек. Потому что ведь мы все маленькая семья, и мы все большая семья. И хочется, чтобы всем было хорошо, все были довольны и здоровы. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашебоков. Вести. Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова